Битва на реке Сити и судьба Владимира Истории, начиная с учебников для средней школы и заканчивая вузовскими учебниками, считается, что это самое серьезное, самое решительное столкновение русских с татарами, которое произошло далеко на севере от обжитых районов Северо-Восточной Руси, туда, куда князь Владимирский Юрий Всеволодович ушел со своими полками собирать войско для отпора захватчикам. Но что мы знаем об этом событии из ранних русских источников? Насколько корректируется наше представление об этом сражении, об этом событии на основе того, что сообщают нам летописцы конца XIII-XIV веков? Лаврентьевская летопись, которая наиболее лояльно относится к Юрию Всеволодовичу, потому что была составлена на основании Владимирских и Ростовских известий, пишет о том, что той же зимы выехал Юрий из Владимира в малой дружине, урядив сына своя, собев место, Всеволода и Мстислава. И ехал на Волгу с сыновцами своими Васильком, и со Всеволодом, и с Владимиром, и ста на реке Ситистаном, и ждучи к себе брата своего Ярослава с полки, и Святослава с дружиною своею. И начал Юрий князь великий совокуплять воев против татар, а Жирославу Михайловичу, своему воеводе, приказал воеводство в дружине своей. Вот что мы знаем по поводу планов Юрия в этот момент. Ипатевская, южно-русская летопись, гораздо более лаконично сообщает об этом событии и не дает несколько иную трактовку. «Юрий же князь, оставив сына своего Владимира и княгиню, изыди из града, и совокупляющий ему около себе воинов, и не имеющий сторожей, изъехан бы с беззаконным бурундаем, весь город изогна и самого Юрия убиша». Из этой ипатевской летописи мы видим, что ни о каком сражении как таковом речи не идет. Речь идет о том, что Юрий, покинув Владимир, начал ставить вокруг себя войско, но в этот момент был настигнут бурундаем, одним из полководцев Батыя, и убит. То есть, само сражение, самой битвы не произошло. Произошла такая достаточно трагическая, непредвиденная, очевидно, Юрием схватка, которая закончилась для него весьма и трагически. И, наконец, новгородская первая летопись старшего извода дает еще более драматическую картину произошедшего и гораздо более критически оценивает поведение Юрия в этой ситуации. «Князь же Юрий выступит из Владимира и бежа на Ярославль. Татары погнашатся по Юрии князе. Князь же Юрий посла Дорожа, это воевода князя, в просоке с тремя тысячами. И прибежа Дорож и речи, а уже княжи обошли нас около. Иначе князь ставит полки около себя, и внезапно татарова приспеша. То есть мы видим, что новгородская летопись рисует еще более драматическую картину. Князь не уезжает собирать полки, не едет давать отпор монгольским захватчикам в какие-то более удобные или какие-то иные места. Он фактически бежит из Владимира, оставляя город. И во время этого бегства татары его фактически догоняют, врасплох застают, и он вновь вынужден бежать. И вот в процессе этого бегства он оказывается на реке Сити совершенно случайно, а не сознательно, если верить новгородскому летописцу. И здесь он не успевает ничего сделать, и оказывается убит татарами. Причем вот эта вот фраза, которой новгородский летописец завершает свой рассказ об этом событии, «Бог же весть, какос кончася, много бог глаголит о нем иные», вообще ставит такое очень жирное многоточие по поводу того, что же представляла собой вот эта трагическая гибель Юрия Всеволодовича. Почему новгородский летописец не говорит однозначно, что там происходит, а вот дает такую вот, какую-то такую размытую картину. Многие об этом глаголят, и, судя по всему, разные о том, при каких обстоятельствах погиб Юрий. Фактически это все сведения, которые содержат ранние русские источники о событиях на реке Сити. Но есть еще информация, которая содержится в уже процитированной мною книге персидского историка Рашида Аддина «Спорник летописи». Рашид Аддин, который пишет свое сочинение в начале XIV века событиям монгольского нашествия на Русь, посвящает очень краткие, очень лапидарные рассказы. Буквально одно-два предложения. Вот ровно одно предложение посвящено событиям на реке Сити. Рашид Аддин пишет, «И мир этой области, Ванке-Юрку, то есть Юрий, бежал и ушел в лес. Его также поймали и убили». То есть в персидской исторической традиции было зафиксировано то, что князь Владимирской Руси бежал в лес и там был пойман. Ни о каком сражении как таковом речи не идет. Речь идет именно о погоне за правителем Сурдовской земли. Косвенно подтверждает такую версию и другой источник, европейский, епископ Сплита Фома, Фома Сплитский. В своей истории он рассказывает о завоевании Владимира Суздальской Руси так. «Сначала они, то есть татары, окружили и осадили один очень большой город христиан по имени Суздаль. И после долгой осады не столько силой, сколько коварством взяли его и разрушили. А самого короля по имени Георгий, то есть Юрий Всеволодович, они предали смерти вместе с огромным множеством его народа». То есть на Западе Европы тоже не отразилась информация о каком-либо сражении. Отразилась информация о том, что главный город Земли был взят. Фома Сплитский именует Владимира Суздальскую землю Суздальской землей. И считает главным городом Суздаль, а не Владимир. Это такая достаточно укрепившаяся европейская традиция ассоциирования вот этой территории именно с Суздалем, с древней столицей княжества. И дальше оказывается, что Юрий был предан смерти, ну как вот, как проигравшая сторона в условиях этого сражения. А все это говорит нам о том, что только один источник, который был написан во многом с целью, ну если хотите, реабилитации Владимирских князей, который был создан на их территории, их летописцами, вернее летописцами их потомков, содержит информацию о том, что Юрий Вселыч все-таки уехал из столицы для того, чтобы собирать войска для борьбы. И только вот в этом источнике, в Лаврентьевской летописи, говорится о том, что произошла битва в Иссече Велика. Другие же источники, как русские, так и зарубежные, никакой битве не сообщают. Они просто рассказывают о гибели великого князя, либо даже еще более критически относятся к произошедшему, сообщают о том, что он пытался бежать от врагов, но эта попытка не привела к успеху, он был настигнут и убит. Таким образом, однозначно считать, что на берегах реки Сить произошла битва, крупнейшее сражение русских князей с монголо-татарами, мы не можем. Еще раз, если мы проанализируем текст Лаврентьевской летописи, подчеркну еще дополнительно, очень лояльный по отношению к Юрию, ставящий перед собой задачу скорее прославить его мученичество, чем как-то его упрекнуть в чем-то. Вот если взять этот текст, убрать оттуда все риторические приемы, которых там во большом количестве мы можем найти, прежде всего молитва Юрия перед сражением, во время сражения, перед смертью, то окажется, что фактическая сторона вопроса даже в Лаврентьевской достаточно дает шаткие основания для того, чтобы говорить о крупном сражении русских с татарами. Я вот позволю себе процитировать еще раз этот отрывок. «Внезапо приидоши безбожной татарове носить против великого князя Георгия, слышим же об этом князь Юрий с братом, то есть Юрий Всеволодович, с братом своим Святославом и с сыновцами своими Васильком и Всеволодовым и Владимиром, и с мужи своими, поидоша против Птаганах. И ту убьен бысь, то есть тут был убит князь Юрий, а Василька Яша руками безборды и по видошу встаны свои». То есть даже в очень лояльной летописи речь идет о том, что татары напали внезапно на Юрия и убили его. Это, конечно, достаточно показательная история, потому что лояльный князю-летописец не находит слов для того, чтобы где-то хотя бы, может быть, присочинить, добавить каких-то красок, описывая героическую смерть князя. Он фактически оставляет нас в невидении о том, что же героического сделал Юрий Всеволодович во время событий на реке Сити. Современные историки на основании той информации, которая есть у нас в источниках, очень критически относятся, казалось бы, устоявшиеся версии о том, что события на реке Сити могут считаться битвой, а уж тем более крупнейшей битвой за весь период монгольского нашествия. Санкт-Петербургский историк Александр Майоров пишет, например, о том, что великий князь бежал от татар, укрывшись в глухих лесах на далекой северной окраине своего княжества. В дальнейшие планы Юрия вовсе не входило давать врагу генеральное сражение. Во всяком случае, таким сражением нельзя считать стычку с одним из татарских отрядов на реке Сити, в которой Юрий бесславно погиб. Другой исследователь, Константин Комаров, который 10 лет назад опубликовал большой материал в журнале «Вопросы истории» о том, как развивалось событие в Северо-Восточной Руси во время нашествия Батыя, обратил внимание на место расположения Сити. На картах, конечно, можно провести прямые стрелы от Ярославля или Ростова на Углич и далее в Верховье Сити. На деле же путь на Углич по лесистому бездорожью с подъемами и спусками по крутым берегам многочисленных ручьев и рек, а от Углич через сплошь заболоченные лесные дебри на верхнюю сеть в условиях максимума снежного покрова. А я напомню вам, что событие происходит в феврале-марте 1238 года, то есть в самую такую суровую зиму. В условиях максимума снежного покрова в феврале представляется в высшей степени затруднительным, а в оперативном или тактическом отношении совершенно бессмысленным. Что все-таки произошло в феврале-марте 1238 года? Как можно интерпретировать поездку Юрия Всеволодовича на реку Сить, оставлением Владимира, какие цели преследовался князь, можно ли увидеть в его действиях попытку дать отпор татарам, или же все-таки нужно интерпретировать эти поступки как иначе? Первое, что мы можем констатировать, это то, что он принял решение покинуть хорошо укрепленную столицу своего княжества, один из крупнейших городов того времени, поручив оборону гораздо менее опытным сыновьям. Второе. Юрий Всеволодович предпринял поход далеко на север от своих владений, в глухие и необжитые места в условиях холодной русской зимы. Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что те места, где происходили события на реке Сити, и сейчас достаточно необжитые. Даже сейчас туда надо добираться от ближайшей железнодорожной станции несколько десятков километров на автомобиле. А через эти районы не проходит никаких магистральных дорог. А уж в 1238 году это был совершенно медвежий угол, думаю, в прямом смысле этого слова, в котором оказался Юрий и где его настигла смерть. Третье. Этот район, где невозможно было пополнить те скудные ресурсы, которые Юрий захватил из Владимира. Там нельзя было достать фураж для лошадей, напомню, это февраль-март все-таки. Нельзя было добыть питание воинам, потому что это малонаселенное место. И там нельзя было найти подкрепление за счет жителей окрестных селений, потому что эти селения были разбросаны на многие-многие километры вокруг. Таким образом, река Сить в гораздо большей степени как раз действительно выглядит местом, удобным для того, чтобы скрываться от неприятелей, или двигаться куда-то, где можно скрыться от неприятеля, чем местом, где удобно собирать силы других княжеств, где можно было бы готовиться к нанесению ответного удара. Еще одно обстоятельство. Если верить той хронологической сетке, которая есть в Лаврентьевской летописи, осада Владимира происходит 3 февраля 1238 года. События на реке Сити происходят 4 марта. То есть, как минимум месяц, войска Юрия Всеволодовича перемещаются по заснеженным просторам Владимира Суздальской земли. Ну а если учесть, что они выходят еще до осады из Владимира, то даже больше месяца, может быть, даже полтора месяца. За это время татары берут 14 городов, как пишет летописец, о притче слаботы погостов. То есть, фактически захватывают огромную территорию Северо-Восточной Руси, фактически не встречая никакого сопротивления. За это время Юрий перемещается по этому заснеженному пространству и добирается до реки Сити. Вот эти действия выглядят весьма спонтанными и очень не похожи на действия военачальника, который готовится дать сражение. Фактически он перемещается в тех районах, где татар и нету никаких. Татары все сосредоточены на территории его владений, которые в этот период разоряются, пока он движется на север. Как Юрий мог там оказаться? Конечно, мы никогда не узнаем подлинные мотивы князя, мы можем только реконструировать его поступки, но наводит на мысль о том, как он мог там оказаться, то есть, наводит на мысль о том, каковы были рациональные мотивы его оказаться в этой глухомании, сообщение о том, как находит его тело. Его тело, согласно лаврентьевской летописи, находит ростовский епископ Кирилл, который возвращается из Белоозера обратно в Ростов после того, как татары уже покинули Северо-Восточную Русь. Судя по всему, ростовский епископ Кирилл оказался в Белоозере не случайно. Судя по всему, он успел добраться до Белоозера, где переждал нашествие монгол-татар на Северо-Восточную Русь. Вполне возможно, что и Юрий Всеволодович, который, напомню, покинул Владимир, как пишет летописец, с малой дружиной, то есть с небольшим количеством войска, взял эту малую дружину именно для того, чтобы обеспечить переезд из Владимира в какой-то из северных городов, может быть, как раз и на Белоозеро. Поэтому можно предположить, что князь Юрий не собирался устраивать какое-то сражение и не собирался устраивать битву на реке Сити, как это потом в некоторых произведениях было написано, а двигался в безопасном направлении, не в заснеженные просторы, где он погиб, а гораздо дальше на север, где были населенные пункты, где можно было переждать Ордынскую лавину, а потом вернуться обратно. Вполне возможно, что он рассчитывал на то, что Владимир, хорошо укрепленный город, выдержит осаду. Вполне возможно, что он понимал и то, что татары охотятся лично за ним. Может быть, он так думал, может быть, он считал, что именно он является целью татар, а вовсе не русские города, в том числе и Владимир, где он оставил свою семью. Одним словом, можно предположить, что Юрий Встилович руководствовался самыми разными мотивами, только не мотивами оказания сопротивления татарам. По крайней мере, ранние русские источники, посвященные нашествию Батыя, не дают нам серьезных оснований интерпретировать события именно таким образом. Наоборот, Лаврентьевская летопись, которую, я еще раз повторю, в этой части писалась явно для того, чтобы возвеличить гибель князя, возвеличить его мученический подвиг, пишут о нем, как о человеке отнюдь не воинственном, а наоборот. Он не князь-защитник, а скорее Новый Иов. Новый Иов бы с терпением и верою, я же к Богу, пишет про него летописец. И начал молиться он, когда узнал о том, что наступают на его войско татары. «Увы мне, Господи, лучше бы ми умрете, нежели жить на свете сём. Ныне же что ради Астах Ас-1?» пишет летописец, как бы воспроизводя его молитву. И в тот момент, когда он молится, внезапно приидоша татары. Вот это вот кусочек, он очень много объясняет о том, как летописец воспринимал себе Юрия, ждущего, значит, схватки с татарами на реке Сити. Кто такой Новый Иов? Иов – человек, который терпит самые разные напасти, которые насылает на него Господь. Библия именно так трактует образ Иова. Вот князь Юрий Новый Иов, он терпит различные бедствия, которые насылает на него Господь. В данном случае он узнает о гибели своей семьи во Владимире и узнает о том, что на него самого движутся татары. Что он говорит в этой ситуации? «Лучше бы мне умереть, чем жить на свете сём». Вряд ли так размышляет полководец, который готовится дать решительный отпор врагу, который ради этого перемещается за сотни километров на север от своих владений и собирает силы для того, чтобы сопротивляться. Другая параллель, которая возникает при чтении этого маленького рассказа о поведении князя Юрия на реке Сить, отсылает нас к рассказу о гибели князя Глеба Владимировича в 1015 году. Борис и Глеб погибают от руки окаянного святополка. Что пишет об этом Лаврентьевская, та же самая Лаврентьевская летопись под 1015 годом? Глеб, узнав о гибели своего брата Бориса от руки святополка, начал молиться словами «Увы мне, Господи, лучше бы мне умреть и с братом, нежели жить на свете сём». Ныне же что ради Астах Ас-1? То есть, оказывается, описывая поведение Юрия Всеволодовича на реке Сити, летописец полностью, дословно цитирует те слова, которые произносит Глеб. Глеб, который прославлен в лике святых, именно за то, что он со смирением встречает известие о гибели брата и также со смирением встречает своих собственных убийц, не оказывая самопротивления. Именно в этом и заключается христианский подвиг Бориса и Глеба, потому что они, подобно Христу, смирением ждали вот этой вот гибели. Это тоже не очень, мягко говоря, вписывается в образ князя Юрия, как человека, готового начать героическую борьбу с татарами. Он скорее смиренный человек, терпеливо дожидающийся того, как осуществится Божий промысел в отношении него. Подчеркну, что это характеристики, которые даются князю Юрию Селычу, летописцами, которые очень лояльно по отношению к нему относятся, которые пытаются преподнести смерть князя в превосходной степени, показать его мученический подвиг, а вовсе не намерены как-то его упрекнуть за те или иные поступки, совершенные им в 1238 году. Таким образом, все-таки мы должны констатировать, князь Юрий покинул Владимир скорее всего не для того, чтобы оказывать сопротивление татарам, а пытаясь скрыться от них, полагая, что хорошо укрепленный город и без него выдержит осаду. Он явно не имел возможности оказывать сопротивление на реке Сити, не имея возможности ни собрать туда дополнительные силы, не подтянуть какие-то новые ресурсы. И, видимо, не собирался это делать. Лаврентьевская летопись дает понять, что князь готов был подчиниться воле Божьей, подобной Йову, и принять смерть, подобно святым Борису и Глебу, смиренно, фактически отдав себя на заклание, а вовсе не борясь до последнего, до последней капли крови с татарами. Точно так же Лаврентьевская летопись изображает и поведение сыновей Юрия Вселыча, оставшихся во Владимире. Это тоже отдельный драматический сюжет. Мы знаем, что вся семья Юрия Вселыча погибла во Владимире, погибла его жена, погибли его сыновья, погибли даже его внуки и внучата, которые были в городе. И он об этом узнает накануне смерти, если верить рассказу Лаврентьевской летописи. Но как погибают его сыновья? В Лаврентьевской названо два сына, которые оставлены Юрием для организации защиты города. Вселытым Стивслав. Что произносят они, когда видят татар под стенами Владимира? Они произносят текст практически сходный с тем, который будет вложен в уста самому Юрию. Лучше нам умереть перед золотыми воротами за Святую Богородицу и за православную веру христианскую. Как автор Лаврентьевской летописи описывает поведение этих двух молодых людей. Он пишет о том, что татары под стены Владимира привели их брата, князя Владимира, который был захвачен в плен во время штурма Москвы. Князь Владимир никак не проявил себя во время этого штурма. Лаврентьевская никак, по крайней мере, не описывает его действия. Говорит лишь о том, что он был захвачен в плен. Это странно для летописи, которая описывает поступки своих же собственных князей. То, что она не оставляет места для какого-то прославления, захваченного в плен князя, свидетельствует о том, что нечего было сказать на этот счет летописцу. Он мог только констатировать печальный исход сражения за Москву. И вот, когда все Владимир Стислав, оставшиеся во Владимире, видят своего брата, плененного татарами, они говорят дружине своей и воеводе Петру. Братья, лучше нам умереть перед золотыми воротами за святую Богородицу и за правоверную веру христианскую. Но не дал их воле осуществиться воевода Петра Следюковича. И рекосту оба князя. Сився наведенаны Бог грехи, грех ради наших. Яко пророк глаголит, нет человеку мудрости и мужества несть думы против Господа. Яко Господи вегоди бысть, такой и бысть, буди имя Господа благословенного веки. То есть как Богу будет угодно, пусть оно так и будет, говорят эти защитники Стольного Владимира. Эта фраза Яко Господи вегоди бысть, такой и бысть, буди имя Господня благословенного веки, это цитата из книги Йова, из библейской книги Йова. Именно эту фразу произносит библейский Йов, когда сталкивается со своими горестями и бедствиями, насланными на него Господом. То есть сыновья князя Юрия Вселыча, оставленные во Владимире, тоже, если верить версии летописца, тоже представляют собой людей смиренных, готовых, как и Йов, как и их отец Юрий Вселыч, новый Йов, терпением веры, смиренно относиться к неспосланным на них бедствиям. Собственно говоря, другие источники, которые ранее сообщают, другие ранее источники, которые сообщают о взятии Владимира, подтверждают эту версию. Например, Ипатьевская летопись, в которой действует только один князь, про Мстислава Ипатьевская ничего не знает, она знает только про князя Вселуда, пишет, что увидев князь, что татары уже начинают обстрел города, увидев князь Вселуда, «Яко крепче брань на лежит, убояся, бебой сам млад, сам из града из зиди с малой дружиной и несе перед собой дары многие, надеяшися, бося, от него живот приятия, от него батыя». То есть он идет за городские ворота, надеясь у милости ведь батыя. Но батыя, яко свирепый зверь, не пощадил юности его, велел пред собой зарезать и а град весь избить. Примерно в такой же тональности описывается поведение новгородской первой летописи старшего извода. Также описывается поведение князя Всеволода. «Беззаконные измельтяне приближайся к граду и оступиши град силой и отыниши тыном весь. И безбысно заутрие увидел князь Всеволод и владыка Митрофан яко уже взяту быть и граду и внедыши в церковь святую Богородицу и стригошися в образ также в схиму». То есть тут вообще Всеволод как-то отстранен от сражений. Он видит, что оказывается татары начинают штурм города, после чего он принимает схему. Он принимает монашеский постриг. «Увидев же князь и владыка и княгиня, как яко зажжен град, а люди уже огнем кончеваются, а иные мечом вбегоша в святую Богородицу и затворивши в палате. Поганые же отбили двери, зажгли церковь, накидав на нее леса и в общем все таким образом сгорают в пламени вот этого пожара». То есть и здесь князь Всеволод согласно новгородской летописи проявляет себя не как человек организовывающий оборону, не как человек, который решительно настроен на борьбу, а человек смиренный, который принимает события в том виде, в каком они есть, потому что это промысел Божий и сопротивляться ему невозможно. Единственное, что он может в этих обстоятельствах делать, наблюдая гибель Владимира, это думать о спасении своей души. Таким образом мы видим, что и князь Юрий Всеволодович, и его сыновья, оставленные им для обороны Владимира, изображаются летописцами не как люди решительные, не как люди героические, защищающиеся, сражающиеся с врагом. Эти князья изображаются как люди смиренные, готовые принять то наказание, которое не спослано на них Господом, и не готовые сопротивляться этому наказанию, потому что татары, судя по летописным рассказам о нашествии, в глазах вот этих вот князей воспринимаются не просто как враги, а именно как Господня кара. А Господней кары эти люди противостоять не могут и не хотят, и погибают именно как мученики, решившие добровольно подчиниться тем испытаниям, которые были неспосланы им. Это говорит о том, что мы должны крайне критически относиться к представлениям о мужественном и героическом поведении этих князей в нашем современном понимании. Но это, конечно, не значит, что не было героического сопротивления жителей, потому что в описаниях обороны, например, Владимира, оставленных нам не только русскими источниками, но и источниками зарубежными, мы видим, что горожане как раз защищаются очень решительно. Поэтому, когда мы говорим о том, что героическое поведение князей следует подставить под вопрос, мы ни в коей мере не говорим о том, что мы можем подставить под вопрос героическое поведение самих жителей. Судя по всему, ситуация была гораздо более драматична, чем мы себе представляем. На фоне готовности жителей оборонять свои города мы видим достаточно вялую позицию князей, часть из которых просто покинула насиженные места и отправилась в другие страны или другие более безопасные территории, а часть которых, оставшись в городах, не смогла выступить в качестве организаторов этого сопротивления. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok